Разговоры о важных изменениях в жизни владельцев самокатов ходили уже очень давно, причем на самых разных уровнях. Долгое время решается вопрос, вносить ли этот модный электротранспорт в отдельную группу и создавать ли для них особую категорию в ПДД. И сегодня проект об изменениях обсудили в республиканском ЕБДД. Многие специалисты пришли к выводу, что в правило все-таки необходимо внести новую терминологию – средства индивидуальной мобильности или просто коротко – СИМ. Некоторые устройства, схожие по конструкции с так называемыми средствами индивидуальной мобильности, могут иметь электродвиг к ламинальной мощности в режиме длительной нагрузки более 0,5 кВт и максимальный конструктивный скорость более 50 км в час. Такие устройства относятся к транспортным средствам категории L. На сегодняшний же день электросамокаты, моноколеса и сегвеи пока не попадают ни под одну из действующих категорий транспорта. То есть получается фактически они пешеходы, ну или так скажем их супер ускоренная версия. Тем временем уже в республике уже зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, причем с пострадавшими. Кроме того, нередко на таком транспорте бесстрашно катаются, даже будучи в алкогольном опьянении. Не оформляют то, что я был за рулем в нетрезвом состоянии. И спрос на электротранспорт продолжает неуклонно расти. Их берут на прокат, покупают как дополнительные средства передвижения и даже пересаживаются на них вместо машин. Как бы ни пытались контролировать их перемещение сотрудники госавтоинспекции, все сводится к одному. Водители самокатов никак не признают себя виновными, ведь правила для них в буквальном смысле не писаны. Поэтому напомним, что пару раз дела приходилось решать уже в судебном порядке. И вообще неправомерные действия сотрудников ГАИ. Далее я хочу это все довести до конечной стадии. Однако в ГИБДД сегодня твердо решили, что пора внести четкие изменения в правила дорожного движения. Для этого на первое обсуждение в таком формате были приглашены представители различных структур и движений. Так, одно из предложений, которое прозвучало в зале, это обязать самокатчиков ездить по велосипедным дорожкам, которых, к слову, у нас в городе практически нет. И как следовало ожидать, эту идею не поддержали в Союзе велосипедистов. По словам директора движения, электросамокат – вещь куда опаснее. Они ездят быстрее велосипеда. Я еду 30, а меня обгоняют самокат, как стоячего. Ну куда так вообще не шло. Поэтому им нужно водительского давать, проводить какие-то занятия. Перед тем, как зарегистрироваться, мне кажется, надо какой-то тест, экзамен сделать. Он попадает под категорию мопед. Почему? Потому что любой самый маломощный электросамокат, на котором продвигаются взрослые, которые вы можете увидеть у нас на улицах, на дорогах, в парках, где угодно, самая минимальная мощность – 250 ватт. Вопрос о штрафах для пользователей СИМ пока остается открытым. Неясно, и какие виды транспорта попадут в эту категорию. Загадкой остается также то, кто именно и как будет контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать другие нарушения. Изначально обсуждения о новых правилах, связанных с электросамокатами, должны были завершиться в течение года, то есть в ноябре 2020-го. Удастся ли специалистам прийти к какому-нибудь общему мнению к этим числам, покажет время.